Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие радиослушатели Спасибо, что пришли Давайте сразу узнать из чего Леша задал хороший вопрос Получил очень удивительный ответ Я спросил При нашей новой формуле При нашей новой системе расчета пенсий Есть ли хоть какие-то шансы Мне, человеку С неплохой заработной платой в течение жизни Ты четвертый раз говоришь На данный момент Есть ли хоть какой-то шанс получать достойную пенсию И хоть как-то она коррелирует с моим Что такое достойная пенсия, давайте сразу определимся 18 тысяч рублей достойная пенсия Нет, вообще мы говорили о том Что пенсия должна составлять В среднем порядка 40% от заработной платы Хотя бы такую вот В этой планке мы приблизились Примерно в 2010 году Она была 38% от заработной платы Но очень недолго К 30-му году, когда, может быть, вы уже начнете подумывать о пенсии По нынешним проектировкам Ваша пенсия составит 25% от заработной платы Такая она была в 2007 году Средняя за всю жизнь? Нет, она как бы Вот индикаторы Средняя пенсия к средней зарплате по стране будет 25% Там у вас она может быть чуть побольше Чуть поменьше к вашей зарплате Если вы будете получать маленькую зарплату Накануне выхода на пенсию Пенсия, скорее всего, будет больше, чем 25% от вашей зарплаты Если вы будете получать такую, как сейчас То значительно меньше Наверное, 10-12% Не беру судить о вашей зарплате Но, скорее всего, она будет... Смотрите, какой парадокс-то То есть эмоционально, друзья, выгоднее выходить на пенсию с маленькой зарплатой Конечно Эмоциональнее, выгоднее выходить Чувствую себя социально защищенным Слушайте, а какая сейчас у нас для интереса Скажите нам средняя зарплата по стране Около 30... Примерно 33 тысячи рублей в среднем по этому году Ожидаемая зарплата То есть если, например, в 2030 году Средняя зарплата по стране будет 33 тысячи То средняя пенсия будет 10 тысяч Нет, нет, как не меньше 8 тысяч 8 тысяч Да, четверо, да, 8 тысяч 8 тысяч А это, мне кажется, не очень много Нет, ну, конечно, все будет гораздо больше То есть в тамошних рублях Неизвестных нам рублях 30-го года Конечно, все будет больше И заработные платы будут больше И пенсии больше Но в сравнении с заработной платой Пенсия пока Вот самый последний расчет, который делается Порядка четверти от заработной платы А давайте теперь, знаешь, что сделаем Мы же объявили людям, что мы сегодня хотим поговорить О пенсионной формуле И Михаил Игоныч один из немногих людей в стране Который может ее нам, как называется, растолковать Доходчиво, да, растолковать А давайте сначала тогда эту формулу самую назовем Е равно МЦ квадрат Условно Вот пенсионная формула что из себя сейчас представляет? Сейчас она представляет совокупность баллов Которые копятся на вашем пенсионном счету Точнее, если говорить о нынешней формуле То это рубли Все взносы, которые платятся Неважно, в накопительную, в распределительную Они отражаются на личном счете Застрахованного лица в пенсионном фонде И даже если это не накопительная пенсия То все равно они отражаются как накопление Это накопление в реальных живых рублях Которые измеряются рублями И они индексируются как рубли Каждый год Это так называемые страховые капиталы С которого потом формируется страховая часть трудовой пенсии Он увеличивается на какой-то коэффициент Есть правила его индексации И они достаточно последовательно соблюдаются властями В принципе, можно, зная макроэкономические прогнозы И примерно предполагая свои заработки в будущем Можно грубо оценить Каков будет этот страховой капитал накануне выхода на пенсию А поскольку он измеряется в рублях То дальше, по крайней мере, размер страховой части пенсии Определяется просто Это рубли, которые делятся на период Средний период дожития Да, после выхода на пенсию в рублях Ну, каким он будет в 30-м году Пока сказать нельзя Но в данный момент он законом закреплен Помню, 19 лет, да? Да И, соответственно, каждый человек в состоянии это сделать Это простое действие деления Оно понятно Это рубли, которые соответствуют нашим сегодняшним рублям Которую мы расплачиваемся за покупки в магазине В новой формуле все изменится Причем довольно серьезно На счете останутся баллы И вот так вот предсказывать В принципе, на сегодняшний день Извините, я перебью, Михаил Голлович Извините, нам нужно все-таки Я считаю, с самого начала Прямо как-то об обо Значит, во-первых, вы оговорились о том Что в пенсии есть какие-то две части Какая-то накопительная Есть еще базовая часть пенсии Давайте исходить из того, что это никому неизвестно Что это никому непонятно Что есть какой-то счет, на котором какие-то баллы Вот давайте для идиотов Исходите на меня, смотрите Вам будет проще это представить И рассказывать Это вот совсем просто Ну вот сейчас страховая часть пенсии Она определяется рублями, которые уплачены за человека На протяжении всей его жизни В виде страховых взносов на страховую часть пенсии Так Эти рубли отражаются на счете Они индексируются Но когда человеку назначается пенсия Помимо страховой части Которая считается путем деления этих рублей На период дожития Есть еще базовая часть пенсии Так Базовая часть пенсии Она известна на каждый год в рублях И есть правила ее индексации Вот сейчас правительство планирует Перейти к индексации этой базовой части пенсии По инфляции Либо же по инфляции Плюс какой-то добавочный коэффициент В любом случае Если это правило не изменится Это размер базовой пенсии Зная долгосрочные прогнозы Развития экономики Эксперт может посчитать На долгие годы вперед Она привязана к объективным Статистическим показателям По крайней мере По формальным правилам Которые на сегодня существуют И которые правительство Сильно менять не планирует Вот собственно две части пенсии Тем за кого платят 6% Негосударственный пенсионный фонд По крайней мере платили до сентября этого года Потом передумали платить Но пока платили У них еще возникает накопительная часть пенсии В принципе она рассчитывается похоже То есть она У вас на счете В негосударственном пенсионном фонде Формируется пенсионное накопление в рублях И когда ты выходишь на пенсию Либо их выдают Просто вот всю сумму в рублях Как она скопилась Если она меньше номинового взнос Там вступает в систему В действии системы государственной гарантии Возникает доплата, компенсация, потерь Но если все нормально Накопления приросли То вот все эти накопления Либо если они не очень большие Выплачиваются в виде суммы в рублях Сразу Единовременно Да Либо же считаются примерно Как страховая пенсия То есть сумма накопления Делится на период дожития Получается Накопительная часть пенсии Накопительная пенсия Но это вы сказали про негосударственный пенсионный фонд А если я молчун А я молчун Да все тут У молчунов теперь Все становится просто Молчаны перестают быть молчунами А вся их пенсия Судя по последним заявлениям правительства Сгорает Попадает в новую пенсионную формулу Так, она хорошая? Ну давайте разберемся Давайте В новой формуле рублей нет Есть баллы Отлично То есть каждый месяц Меня удерживают рубли А когда ты выходишь на пенсию Тебе выдают баллы Вот вам все Баллы вам выдают сразу Все взносы Которые выплачивают Предприятия за вас Живыми рублями Они больше уже в рублях Нигде не регистрируются Кроме накопительной пенсии Вне государственного пенсионного фонда В других местах Все это тут же переводится в баллы И все определяется тем Какова цена Этого вот замечательного балла В том году Когда вы уплатили Когда за вас уплачен взнос То есть у баллы еще есть некая цена Некий вес Ну да А иначе эти взносы в баллы не перевести Потому что Должен быть некий эквивалент Условная единица Как у нас Говорили раньше Да Вот все упирается в цену Этой условной единицы И от цены Этой условной единицы Или баллы И того как она будет меняться В будущем Зависит то Смогут ли пенсионеры Вообще понять Что это будет у них за пенсия Или это останется тайной За семью печатями Которую пенсионер раскроет Только когда получит Первую пенсию Вот в денежном выражении Вот этот вот так называемый Пенсионный сюрприз Да У нас Подарок на 60-летие Вот эта вот стоимость балла И способы его индексации Они эволюционируют Уже больше года Примерно раз в две недели Министерство труда Или вице-премьер Ольга Голодец Или кто-то еще предлагает Усовершенствование В эту формулу Они постоянно вносятся Следить за этим Было очень тяжело Поэтому мы долгое время Не комментировали события Потому что Комментировать было нечего Каждую неделю Были какие-то новшества И в результате Мы получили Очень сильное изменение Смысла Вот этого пенсионного балла По сравнению С первым Обнародным формулой Которое было В феврале-марте Текущего года И тем Что мы имеем сегодня В феврале-марте Текущего года Можно было назвать Новую пенсионную формулу Более-менее Понятной Прозрачной Предсказуемой В любом случае Перевод рублей в баллы Это тяжелое Арифметическое действие Пенсионеру Понять его нелегко Более того Когда попытались Этот процесс Запрограммировать На пенсионном калькуляторе Он не смог выдавать Достоверные прогнозы пенсии То есть программисты Не справились Да Дело в том Что он считал пенсии Только как бы Исходя из предположения Что все выходят на пенсию В один 2015 год Как только Возникало предположение О том Что не все В нашей стране Имеют одинаковый вождь А могут выйти на пенсию В двадцатом Тридцатом году А может быть даже и позже Вот тут калькулятор Начинал давать сбой Потому что Он не рассчитывал Например то Что базовая часть пенсии Которая и в этой формуле Сохраняется Она будет индексироваться Иначе чем пенсионный балл Вот он как бы предполагал Что индексация базовой пенсии Будет такая же Что такое базовая часть пенсии Базовая это фиксированная Доплата к пенсии Которая возникает У любого пенсионера Независимо от того Сколько у него накоплено Сколько у него баллов Да Ну если он конечно Получил право На получение трудовой пенсии Это отдельная тема Вот у него есть базовая Сколько она сейчас составляет 3610 рублей Да Что-то в этом роде Хорошо 3610 Сейчас Есть еще две части Есть страховая еще часть Да Есть страховая часть Это что такое И накопительная Страховая в новой формуле Измеряется в баллах В баллах Вот страховая На нее как раз капают Или вернее Да Она в баллах Измеряется На нее будут капать Страховые взносы Которые тут же пересчитываются в баллах Кто платит страховые взносы Взносы платит работодатель Ну если ты индивидуальный предприниматель То ты платишь взносы сам для себя А остальные Какой процент они составляют Пока 22% 22% Но из них Те кто выбрал накопительную часть Те кто моложе 67 года рождения И выбрал негосударственный пенсионный фонд 6% идет в негосударственные пенсионные фонды Остальные 16% Они вот как раз учитываются в баллах Так 16% Хорошо А деньги то куда идут Подождите Мне важно про эту часть Значит у нас была Какая там была Страховая Страховая И накопительная Да Как формируется накопительная И откуда она накапливает И в какой пропорции Если человек выбрал негосударственный пенсионный фонд Эти взносы идут в негосударственный пенсионный фонд И тот инвестирует в соответствии Свои инвестиционные декларации Он может вкладывать его только в те ценные бумаги На те виды депозитов Или какие-то инструменты Которые он задекларировал Которые разрешены И которые Вот использование их контролирует Специализированную депозитарию Любая сделка подлежит регистрации В этом едином специализированном депозитарии Если он увидит какие-то проблемы У пенсионного фонда Неправильно сделана сделка Он обязан тут же сообщить регулятор Это что сделано для минимизации рынка Да, минимизации рисков Это Поэтому в большинстве случаев На самом деле Вот так вот взять просто и увезти деньги Как иногда говорят В пенсионных фондах это трудно Это гораздо труднее чем в банках Потому что у банков конечно Вот каждую операцию у банков Никто таким образом не контролирует А в пенсионных фондах контролирует Но вы все время оговариваете Что если И потом там про негосударственный пенсионный фонд А давайте все время оговариваться А если человек тем не менее Молчун и так далее Вот меня моя судьба интересует в данном случае Ну если человек молчун То до недавнего времени За него платили 6% Которые инвестировались И накапливались В государственную управляющую компанию Внешэкономбанка Она в принципе давала доходность Где-то не сильно ниже инфляции Ну не бог весь какую Но все-таки деньги понемногу прирастали Сейчас в этом году Эти взносы уменьшили до 2% вместо 6% Остальные пошли на текущие расходы пенсионного фонда А у людей соответственно добавляются Вот эти вот взносы А в будущем баллы на их страховой части счета Но в сентябре было заявлено Что 2% тоже молчунам не нужны И за них лучше платить 0% На накопление в государственную управляющую компанию Пусть все идет на страховую часть пенсии То есть пенсионный фонд Потратит их сразу немедленно На текущие пенсионные нужды Правильно я понимаю Что сейчас значит вся пенсия Вот как в концепции заложено Сегодня мы работоспособные люди Кормим пенсионеров И вот собственно говоря Вы тоже что подтвердили эти слова Соответственно когда мы будем выходить на пенсию У нас будут не деньги, а баллы И если работа способных людей будет меньше А их будет меньше скорее всего А их будет меньше То есть собственно балл будет намного Меньше весить и стоить Меньше весить и стоить Соответственно мы просто будем получать намного меньше Ну собственно этот эффект уже прогнозировал Для этого сделаны баллы Ну да В баллах принципиально ситуация Как минимум не улучшается Прогноз соотношения пенсии Средней зарплаты сделан Мы его обозначили 25% средняя пенсия от средней зарплаты по сравнению с нынешними 33,5. И это снижение пенсии в процентах зарплат как раз отражает то, что пенсионеров к 30-му году будет гораздо больше, а тех, кто платит для них взносы, гораздо меньше. В этой ситуации, конечно, распределительная пенсионная система работает весьма неудовлетворительно. А это проблема в целом концепции распределительной пенсионной системы? Да, она очень чувствительна к соотношению между пенсионерами и работниками. И, соответственно, введение вот этих баллов сделано для того, чтобы людей просто не раздражать. Не говорите им, что у тебя 1000 рублей на счету, а у тебя 1000 баллов. А балл сегодня у нас равняется там 3 рублям. Соответственно, я получаю 300 рублей. Нет, но это он сегодня равняется 3 рублям. Но когда мы будем старше, он еще меньше будет. А вот чему он будет равняться, когда мы будем старше, это можно было более-менее оценить в марте этого года. Потому что там индексация баллов была привязана к объективным статистическим параметрам, как нынешних рублей на страховом счете. Вот эти взносы, которые попадают на страховой счет и остаются там в рублях. Вот тогда балл планировалось индексировать в соответствии со взносами, уплаченными за уплаченный в пенсионный фонд по ставке 22%. Эта сумма прирастает каждый год. И, соответственно, индексируются и баллы, их цена и те средства, которые в баллах уже накопились на личном счете. Это была более-менее понятная предсказуемая система. То, что мы получили в сентябре, уже устроено совсем по-другому. То, что мы получили сейчас, эксперты не берутся прогнозировать больше, чем на три года вперед. Подождите, но кто-то же принял эту формулу, понимая, что ни один эксперт в здравом уме, не боясь стать всеобщим посмешищем, не возьмется ничего спрогнозировать, но мы, тем не менее, взяли эту формулу и приняли ее, как за единственную возможную при расчете наших будущих пенсий. И при этом еще идет огромная реклама же пенсионного фонда. Нам что-то предлагают решать, что какие-то движения надо предпринимать. Нет, ну понятно, почему все это сделано. Нет, вообще-то для органов государственной власти новый сентябрьский вариант гораздо более удобен. Потому что это режим расчета балла в формате ручного управления. Как устроено теперь определение цены балла в будущем? Вот на первый год его неким образом определяют, просто скажут, допустим, балл равен 65 рублям или 70 рублям. О, это как в МММ. Да, ну, просто если он равен 65 рублям, то у вас на счете, при пересчете уже накопленных ваших вот этих вот рублевых страховых рублевого страхового капитала будет больше баллов. Если он будет 70 рублей, значит баллов сразу окажется меньше. То есть вот в зависимости от длины попугайчика удав будет разной длины. Дальше. Как дальше индексируется балл? Вот это принципиальнейший вопрос, от которого на самом деле очень сильно зависят прогнозы по будущей пенсии. А балл планируется индексировать совсем по-другому, не так, как в феврале-марте, когда его индексацию можно было определять по статистическим, объективным статистическим показателям. Теперь идея другая. Индексация балла зависит в целом от доходов пенсионного фонда. В доходах пенсионного фонда уже сейчас процентов 30-40 это трансферт федерального бюджета. А остальные деньги откуда? Остальные это взнос. А это взнос. Да, это страховые взносы. Ну, страховые взносы можно прогнозировать, если мы знаем ставку, знаем макроэкономический прогноз. Эксперт всегда скажет, каковы будут результаты, как индексируется пенсия. Готов ли бюджет добавлять? Ну, извините, люди же очень много пишут. Только люди ничего не понимают. Вы не обращаетесь вообще ничего, ребят. Конечно, мы обрушили много информации, но в том-то и беда, что как только правительство попросит всех граждан в баллах пересчитать свою будущую пенсию, первым делом они ничего не поймут. В этом проблема. Я рассказываю это максимально просто. Конечно. Все, что написано в законе, не понимают даже эксперты. У меня такой вопрос. Просто сейчас, может быть, станет понятнее. Если мы предположим, что нет никакой инфляции, не будет в ближайшее время до выхода каждого отдельного, мы можем подсчитать размер пенсии приблизительно для человека, который до конца пенсионного, до выхода на пенсию будет получать 100 рублей? Нет, мы в формуле не сможем. Именно это я и пытаюсь рассказать. Даже приблизительно? Да, дело в том, что в старой формуле все определялось, вот страховая часть определялась взносами, уплаченными в пенсионный фонд. Взносы по ставке 22% всегда можно посчитать, даже в прогнозе. Базовая часть пенсии, вот эта фиксированная доплата, которую каждый пенсионный фонд получает, ее планировали индексировать по инфляции. Тоже прогноз инфляции есть, ее можно посчитать. А все остальное совершенно не предсказуемо. Теперь определяющим является вот этот самый трансферт из федерального бюджета, который не так, как в марте. В марте он был привязан к тому, сколько нужно на базовые пенсии и другие нестраховые нужды. Теперь его определяет Минфин и Минтруд в рамках бюджетной трехлетки. Они договариваются о том, какого будет по понятиям, исходя из общественного блага, общих расходов бюджета. Они стараются, и они стараются как луч. Вот они определили этот трансферт. Какой он получился, естественно, мы никогда не знаем. Извините, Михаил Иванович, давайте сейчас новость, ладно, послушаем короткий. 19 часов 36 минут московское время. Михаил Дмитриев сегодня у нас в гостях. Президент Центра стратегических разработок. Говорим не только, как выяснилось, о пенсионной формуле, но вообще о логике, так сказать, пенсионной реформы, не реформы. О логике начисления, вот так вот и формирования пенсий. И о логике, и об идеологии. Что происходит? А можно, знаешь, такой опыт? Подожди, нет, 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 нет. Просто пока ситуация... Мне надо как-то определиться, промежуточный итог. Пока ситуация, в общем, не очень. Нет, ну если честно, то новая формула непонятна для населения. Люди не смогут... Она должна быть понятна для населения. Обязательно. Это принцип любой пенсионной формулы. Она позволяет людям планировать свое будущее, причем отдаленное, в том числе старость. Сейчас человек, который живет в Российской Федерации, может планировать свою пенсию? Хоть как-нибудь. Ну, хоть как-нибудь, конечно. Потому что его обязательства сформулированы в рублях. Обязательства государства перед ним. Они зарегистрированы на его персональном счете, и он информируется об этом. Но я так понимаю, что может планировать только базовую ставку, которая, например, сегодня 3600 рублей. Все остальное... Нет, остальное, если он примерно рассчитывает, какую зарплату он будет получать, все остальное тоже примерно известно. Известны взносы, которые за него платятся. Эти взносы попадают на его личный счет в рублях. Есть правила индексации. Но ведь эти рубли превращаются в баллы, а балл может иметь любую. Как в МММ. Сейчас баллов нет. Баллы появятся с 2015 года. Вот сейчас все в рублях. Это гораздо более понятная картина. Там есть свои сложности. Они всегда есть в пенсионной системе. Но когда ты имеешь дело с рублями, это проще. Конечно, проще. Я когда говорю, что планировать, я имею в виду нас с Поляковым, которые лет через 25 выйдут на пенсию. А через 25 лет, я так понимаю, что мы... Через 30. Почему не через 25 на пенсию? Нет, очень много же таких превходящих, этих самых факторов всяких, что их невозможно, я думаю, сейчас выучить. Хорошо, хорошо. Я спрошу по-другому. Та ситуация с пенсионной формулой, которая происходит сейчас, то, что людей запутывают, это делается намеренно? То есть специально делается так, чтобы люди не могли разобраться в пенсионной формуле и ни черта не понимают, что происходит? Ну, будем откровенны. Новая формула не добавляет денег в пенсионную систему. Реально даже несколько уменьшается количество денег, потому что действительно у Минфина и Минтруда возникает возможность произвольно определять бюджетные доплаты в пенсионный фонд. Без каких-то реабилитивных критериев. Это значит, что ничего особенно хорошего с точки зрения размеров будущих пенсий формула не дает, но зато упрощает властям задачу корректировки пенсии под те деньги, которые есть на их выплату. Потому что граждане все равно ничего не поймут и очень с трудом будут замечать, что там изменилось. Хорошо, давайте попробуем на секундочку встать на сторону властей. Вот у нас есть население Российской Федерации, у нас есть распределительная пенсионная система, у нас работающее население кормит пенсионеров. Демографическая ситуация такова, что пенсионеров становится все больше и больше. Ну, по объективным причинам, там и здравоохранение развивается и так далее, и так далее, и так далее. Рабочих, людей рабочих становится все меньше. Не рабочих, а работающих. Работающих, работающих, извините. Соответственно, что на каждого работающего будет приходить все больше и больше пенсионеров. Что делать? Распределенная система, ну, априори, не работает. Ну, то есть пенсию больше мы получать не станем. Что значит не работает? Ну, пенсию больше получать мы не станем. Давайте обратимся в свои взоры на те страны, где каким-то образом, мы не знаем, каким это реализован. Скажем, Япония, страна пенсионеров. Более того, вот это потрясающий факт. Это так просто проиллюстрирует, друзья, насколько Япония страна пенсионеров. Автопром японский, там и самая популярная модель, они специально разработали, и в смысле высоты бортика и всего прочего, для пенсионеров. Это страна ориентированная, как пенсионно ориентированная страна. Есть ли у них пенсионеры, получают ли они от государства пенсию, как у них решается эта проблема, если для них это проблема. Давайте вот так хотя бы. У японцев государство, само государство сформировало огромные пенсионные резервы. Они еще в 90-е годы измерялись примерно в триллион долларов США. Это был самый большой пенсионный резерв в мире. Он как раз был создан в расчете на стареющее население. Еще в 90-е годы. Да, кроме того, у них есть корпоративные пенсии, и многие пенсионеры их получают. Сама государственная пенсия в Японии небольшая. Японцы не избалованы, и японская пенсия среди развитых стран одна из самых невысоких. Она где-то там ближе к 30% от заработной платы. А вот этот пенсионный фонд был накоплен путем каких-то пенсионных же отчислений, или просто откладывали какую-то часть бюджета на будущее на пенсионеров? Откладывало само государство значительную часть бюджета. Михаил Гоныч сказал, что государственная часть пенсии не очень большая. Там очень интересно про корпоративные пенсии. Нет, я думаю, что они параллельно существуют, скорее всего. Нет, в Японии, в принципе, даже с учетом корпоративных пенсий уровень обеспечения пенсионного не очень высокий. Это страна, которая не славится социальной щедростью. Может быть, там приспособления для стариков и инвалидов на улицах и существуют, но денежные доходы их не очень большие. Значит, один вариант, это просто, если государство в руках задумается и начнет, в тучные годы, у нас они тоже были такие, сначала в 2000-х откладывались какие-то деньги, понимая, что неизбежно население стареет, и это понадобится. Это один вариант, да? Один путь. Давайте дальше обсудим. Мы уже проскочили. Проскочили. Уже не срослось. В какой стране вообще пенсионная система наиболее лучше всего функционирует? Есть такая, где таких проблем глобальных, нет, где можно рассчитать пенсию, где пенсия более-менее достойная. Ну вот какая страна наименее проблемная? Ущерба такого невозможно сделать. Многие европейские страны имеют пенсию по соотношению с заработной платой в 2-3 раза выше, чем у нас в России. Так вот, отвечая на рючный вопрос, на самом деле невозможно прямо ответить. То есть есть страны, действительно, где фантастически высокие пенсии. Старики вот так живут, великолепно ездят по всему миру. Но обратите внимание, что общая ситуация экономическая этих стран, то есть невозможно сделать это не в ущерб. Невозможно, чтобы и волки были сыты, и волки. Невозможно, я вот это утверждаю. Поэтому экономика стран в целом хреновая, но старики по инерции живут отлично. Выбирайте, ребята. Я имею в виду, что во всех развитых странах возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в России. Поэтому там больше работающих пенсионеров, ну, скажем так, в процентах от населения. Мы одна из наиболее таких пенсионерных стран мира. У нас много пенсионеров в процентах от общей численности. В том числе потому, что они очень рано выходят. Да, ведь помимо общеустановленного возраста выхода на пенсию, у нас чуть ли не каждый четвертый пенсионер выходит досрочно. И очень часто выходят в таком возрасте, когда продолжают работать. Например, большинство шахтеров, большинство милиционеров все-таки в первые годы после выхода на пенсию продолжают работать. Так что у нас количество пенсионеров, оно, в общем, значительно выше, чем должно было бы быть при нашей смертности и при других демографических показателях. То есть второй путь предоставлять пенсионерам и стимулировать пенсионеров продолжать работать после наступления пенсионного возраста? Второй путь, отодвинуть, во-первых, существенно пенсионный возраст. Да. И мужчина выходить на пенсию, например, в 60 лет? В 60 лет, конечно. Сделать уже 65 лет, например. Ну, если при этом в государстве будет наличие и широкий выбор мест, где сможет пенсионер продолжить работать, то есть неужели... Какая разница, он пенсию-то получает? Он все равно получает пенсию. А вот еще, по-моему, не получает. Получает, получает, получает. Нет, пока у нас все получают пенсионеры. Ты получаешь и зарплату, и пенсию. Вот такой ты молодец. Ну, соответственно, подскажите нам, мы здесь сейчас тыкаемся и гадаем, вот для Российской Федерации распределительная система пенсионная явно лучше работать не будет. Что нужно сделать, чтобы не придумывать вот эти вот мифические баллы, которыми мы обманываем население, чтобы эта распределительная пенсионная система заработала? Ну, более надежно подстрахованы страны, которые помимо распределительной системы создают еще и накопительные. Например, в Голландии объемы пенсионных накоплений уже превышают годовое ВВП. Ну, то есть люди, как бы делая пенсионные взносы, не кормят сегодняшних пенсионеров, а действительно кладут деньги на счет, которые потом они заберут в пенсионер. Ну, не просто на счет, эти деньги инвестируются, в том числе вот для маленькой Голландии, принципиально то, что она не просто уже в свою экономику инвестирует, это даже много для голландской экономики. Они инвестируют в те экономики, где еще многие десятилетия будет молодое население. И даже тогда, когда население Голландии гораздо сильнее состарится, чем сегодня, не обязательно голландские работники будут кормить всю эту армию голландских пенсионеров. Часть пенсии придет из тех стран, где население молодое, которому нужен капитал для инвестиций, которая взамен за этот капитал производит прибыль, идущую на финансирование пенсий пенсионеров. Вот как поступают многие европейские и североамериканские страны, которые имеют развитые накопительные системы. Хорошо. Вот нам очень-очень много... Все-таки я предлагаю тем путем, который, мне кажется, очень логичный, спокойный, так сказать, не истерический путь, а истерических смс очень много. Верните мне мои бабки, почему государство меня обманывает, да вы сами лохи, поганы, да я... Ну и так далее. Очень много истерик. Это понятно. Вот скажите, пожалуйста, тогда давайте в интерактивном режиме. Вот смс-ка. Могу ли я отказаться вообще от услуг всякого рода государственных и негосударственных пенсионных фондов и просто все эти денежки складывать на свой собственный счет? Не нужно мне ваших услуг, говорит человек государства. Большое спасибо. Я обойдусь. Пожалуйста, вы можете мне эти процентики на меня? Нет, я их сам потрачу, как решу? Это желание людей понятно, но проблема в том, что по опыту страны, в которых нет обязательности накоплений, люди мало сберегают. Сами на старость сберегают немного, но вот заканчивается тем, что человек выходит на пенсию, и у него максимум что есть. Вообще ничего нет. Ну, у нас сейчас, например, даже у довольно обеспеченных групп населения размер сбережений достаточно, чтобы продержаться только 3 месяца. 3 месяца? Да, в Европе это около 3 лет, в Америке около 5 лет. Вот объем финансовых активов домохозяйства позволяет продержаться семье 5 лет в Америке, около 3 лет в Европе, 3 месяца в России, и то не во всех семьях, а в самых таких... Ты так удивился, Лёв, так удивился, вот тебе сейчас зарплату не выплатят. Сколько ты продержишься? Ну, на друзьях и на гречке, которую я тебе подарил на прошлый день рождения. Друзья кончат через 3 месяца. А гречка будет еще полгода. У меня есть машина, я могу ее продать. Кстати, да, кредитные машины. Да, вот вы начинаете думать, как ликвидировать свои недвижимые активы. Главный актив — это жилье. В Америке жилье, как способ финансирования неких доплат к пенсии, используется активно. Но там существует специальный механизм, так называемый, обратной ипотеки. Если у человека довольно дорогое жилье, а у американцев жилье, как правило, весьма недешевое, и в среднем там они имеют по 120 квадратных метров на человека, то есть это ой-ой-ой себе актив. И поэтому довольно распространено, что человек выходит на пенсию, и не имея, допустим, очень больших сбережений, которые может себе доплачивать к пенсии, он заключает с банком договор об обратной ипотеке. Что означает, что банк постепенно, в течение длительного периода выплачивает... Выкупает у него квартиру теперь. Если там, допустим, человек умрет достаточно рано, и банк не успеет выкупить всю квартиру, то оставшаяся часть стоимости квартиры достается наследником. Это механизм, который очень строго регулируется государством. Там существует специальная система доступа к предоставлению обратной ипотеки. Весьма жестко законом прописаны условия. Есть специальная система гарантирования прав застрахованных, которая выплачивает компенсацию в случае потери. Например, в случае, если человек оказывается сильным долгожителем, банк уже выкупил квартиру, но использовать ее для продажа не может, там существует система гарантий. И вот ничего такого пока в России не введено, и поэтому этот актив, по большому счету, всерьез, используется может только тем, у кого есть два или три дома. Нет, у нас-то вообще жилье в среднем обеспечено, чем среднестатистический американс, поэтому не наш вариант. Это хуже. А у нас в шесть раз меньше жилья на душу населения, чем у американца, и примерно в три раза меньше, чем у западноевропейца. Но вот еще, кстати, в этой СМСке вы сказали, что да, россияне копят меньше, но если мы сейчас откажемся от этих вот, в кавычках, услуг государства пенсионных, то кто будет кормить наших сегодняшних пенсионеров? Бюджет? Нет, в любом случае мы сейчас говорим только о накопительных пенсиях. То есть вот почему государство заставляет людей участвовать в накопительной пенсионной системе. Теперь оно не заставляет, оно предоставило выбор. Ты можешь не участвовать своими взносами в формировании своих накоплений на старость, но тогда твои взносы пойдут вот на эти условные баллы, смысл которых уже никому не понятен. А реально они будут потрачены сегодня на других людей, на нынешних пенсионеров, но не на тебя. Да, я понял. Вы знаете, я просто... Смотрите, как бы не выглядела привлекательность для одной категории людей идея копить самому, хотя на самом деле вот то, что говорит Михаил Гунович, мне совершенно понятно. Вам-то, юные наши слушатели, не очень понятно. Вы-то думаете, что вы сейчас всю жизнь будете копить, и с распухшим счетом, так сказать, придете к своему 60-летию, выйдете на пенсию, у вас там несколько миллионов, и вы начнете сначала по Европе... Нет, ребята, не обманывайте себя. Вы профукаете все. Вы будете профукивать это регулярно. Вы будете один месяц откладывать, а другой тратить. Вот поверьте, пожалуйста, нашему СМИ, Калагуну, чему-то. И статистики. Вот не получится. Но самое главное, почему нельзя прервать этот порочный круг? Нет, не порочный, а просто бесконечный. Потому что, друзья, я осудилась с текущими пенсиями, с тем, кто сейчас ждет наших денег. Сейчас прервемся. Отличная смска. Поэтому невозможно, друзья, это вопрос взять и прервать вот такую сильную волю. Типа, ладно, бог, мне хотите пенсии не надо, тогда давайте. А эти люди будут сидеть... И твоя бабушка умерла. Ну, молодец. Бывает так же. Этот час напоминает лекцию по сопромату. Жутко, интересно, заставляет сильно напрячь мозг, но все равно ничего не понятно. Слушайте внимательно и сделайте погромче. А вот у меня, знаете, какой вопрос есть? Все сейчас говорят, что у нас в пенсионном бюджете дыра в 1 триллион рублей. Во-первых, вот в двух словах, что это такое, что это значит, дыра в пенсионном бюджете. Я представляю себе, как все говорят, да? Это просто значит, что разницу между тем, что в пенсионный фонд пришло за счет взносов и что он должен заплатить в виде пенсии в этом году, покрывает федеральный бюджет в виде дополнительных перечислений в пенсионный фонд. Сегодняшний день пенсионный бюджет в год, по-моему, составляет, вы сказали, 5 триллионов. Да, больше 5 триллионов рублей, из них примерно 1,7-1,8 триллиона это трансфер федерального бюджета. А нам от для чего это знать? Нам от для чего это знать? Нет, от этого что зависит? Гарантированность пенсии или настроение пенсионера? Нет, без этого невозможно платить уже назначенные пенсии без трансферта из федерального бюджета. Я просто хотел спросить, а вот эта вот дыра в 1 триллион рублей, она вообще как образовалась? Она же в один день все проснулись, у нас триллион рублей в бюджет, дырка. То есть она как-то плавно накапывалась? И почему это произошло? Почему у нас триллион рублей в бюджет? На самом деле пенсионный фонд долгое время почти целиком обходился за счет страховых взносов, которые в него платились. Так было примерно до 2005-2006 года. А потом правительство решило резко увеличить размеры пенсии, увеличили базовую часть, доплаты до прожиточного минимума, и проиндексировали страховую часть, и взносов стало резко не хватать. И вот тогда возникли эти большие триллионные трансферты. Это началось в 2008 году, и апогея достигла к 2010 году, когда пенсии выросли на 50% реального выражения. Это здорово, что они так выросли, но денег, кроме как федерального бюджета, не было. Так, хорошо. Давайте, может, сейчас перейдем к разделу «Отвечаем на вопросы наших дорогих радиослушателей» или еще какой-то... А, нет, или спросим. Вы нам нарисовали несколько сценариев, где-то реализованных, где-то таких умозрительных, организации вот этого самого пенсионного дела в той или иной стране. А вот, по-вашему, есть ли устройство, которое для нашей страны подойдет хорошо, и вот ту нынешнюю, ну, драматическую вполне ситуацию вокруг пенсионного фонда и будущих пенсионеров каким-то образом компенсирует, я не знаю, решит эту проблему? Ну, я, честно говоря, мне больше всего нравится в данном случае шведский пример. В Швеции тоже очень болезненно была проблема того, что люди начинают стариться, растет продолжительная жизнь. Она у нас тоже растет, хотя по-прежнему люди живут гораздо меньше, чем в развитых странах, но она продолжает расти. И, соответственно, постепенно люди должны привыкать к тому, что хочешь не хочешь, а надо стараться работать подольше, хотя бы на год-два, и попозже выходить на пенсию. Тогда и пенсия будет выше. Мне рассказывали, что в Швеции точно так же это была проблема. Были и досрочные пенсии, против отмены которых сильно возражали профсоюзы. Люди не хотели выходить на пенсию позже, но требовали постоянного увеличения пенсии, хотя экономически система с этим уже не справлялась. И когда шведы ввели такое правило, что все взносы, которые за тебя уплатили в течение жизни, они регистрируются, и твоя пенсия формируется, исходя из суммы взносов, но если ты выходишь на пенсию позже, то она делится на меньшее число месяцев дожития. И чем позже ты выходишь, тем она больше. Понятно. Шведы мне говорили, я буквально год назад общался на эту тему с ними очень подробно, они говорили, что в течение пяти лет после введения этой новой системы разговоры о пенсионном возрасте вообще прекратились. Люди стали самостоятельно планировать возраст выхода на пенсию. И Пенсионный фонд Швеции мне показал письма счастья, которые рассылают шведским пенсионерам. У них это называется оранжевый конверт, и в этом оранжевом конверте рассчитаны размеры будущей пенсии, исходя из того, что у тебя набралось взносов на счете, но в зависимости от возраста выхода на пенсию. Вот при таком возрасте у вас такая пенсия, при таком такая. И для людей это очень важный ориентир. Каждый планирует не столько выйти на пенсию в установленном возрасте, сколько заработать на целевой размер пенсии. Да, да, понятно. Если надо, поработать подольше. Толковая схема. В общем, никто никого не заставляет, но у людей совершенно изменилась психология. А теперь мне ответите на личный вопрос, пожалуйста, Михаил Галанович. Мне переводить деньги в Негусарство? Переставать быть молчаном, ты имеешь в виду? Я бы советовал перевести, потому что их ценность в распределительной системе становится непонятной. Честно говоря, она просто непонятна. Все-таки перевести, да? Ну, а рейтинг тех, так сказать, структуры, он везде, так сказать, доступен? Система рейтингования тоже сейчас более-менее уже, так сказать, непонятная? Я бы ориентировался на организацию учредителей. Это принципиальный вопрос. Организация учредителей? Ну да, те, кто реально создали, контролируют эти фонды. Потому что крупная организация для нее... То есть это должна быть крупная организация? Да, желательно, и желательно, чтобы для нее сама репутация была очень ценна. Для крупных компаний все-таки очень неприятно, если их пенсионный фонд имеет проблемы. Они будут стараться максимально эффективно управлять своим фондом. Как минимум, чтобы не возникало проблем. Потому что иначе это бьет по их репутации, и это им неприятно. Более того, я скажу, что когда мы замеряли отношение людей к выбору фонда, то люди у нас тоже очень четко ориентируются на тех, кто их создал. И доверие к фондам сильно меняется в зависимости от бренда компании. Крупнейшие компании страны, они имели очень высокий рейтинг доверия. И, соответственно, их пенсионные фонды люди предпочитали выбирать гораздо чаще, чем другие. Пока, по крайней мере, настроение людей складывается так. Я не буду называть никаких названий, потому что не хочу никого рекламировать и дискриминировать. Ну, нет, общий подход понятен. Можно? Как перестать быть молчным? Куда-то что-то надо... А тебе не объяснил, Михаил Голлович, сейчас? Смотри, сейчас тебе надо мне сделать взнос небольшой, 15 тысяч. Леш, да не надо хохотать, серьезно тебе говорю. А я там все организую потом. Надо, я так понимаю, написать заявление в бухгалтерию, да? В бухгалтерию? Или куда? Михаил Голлович, что делать-то вообще? Куда бежать? Как перестать быть молчаном? Обычно пишут в отделениях банков или в пенсионных фондах. Иногда на предприятие приходят агенты соответствующих пенсионных фондов. Но лучше это сделать самому. В Москве, слава богу, большинство пенсионных фондов представлены. Надо самому пойти в пенсионный фонд, изъявить свое желание. И они сами выдернут все мое вот это вот. Да, все остальное. И связаться с работодателем сами. И бухгалтерию совершенно ни при чем. Да, дальше уже порядок предусмотрен. То есть это дело пенсионного фонда, организовать перечисление средств именно на ваш счет. Ну что, ребят, будем пробовать. Давайте так, ребят, смотрите, это дело очень серьезное. Эй, банки, я выбираю. Подождите, я предлагаю начать экспериментировать на Илюхиной. Да. У меня она уже в негосударственном пенсионном фонде. Ребята, доставь, доставь. Леха пусть идет, пишет заявление в бухгалтерию. Все, друзья, Михаил Игоревич, спасибо вам большое. Спасибо. Мне кажется, более-менее все понятно. А кому не понятно, друзья, это повод задуматься. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин